Это такое не замечание, чтобы дискуссию не разорить по этому поводу. Мы много иногда сравниваем, не задумываемся об исходных данных. И когда называем, что первая подкормка селитра, это я знаю, такая есть, называется европейская технология. Владимир Валентинович Литвинов с Гелиуса очень любит, хвастаться, что он своих друзей в Зернограде перенял эту технологию. Это внесение больших, высоких доз азотных удобрений в начале. И потом корректировать уже по ходу дела, чтобы зимая пшеница ни в чем не нуждалась. Но здесь есть одно но. Все это разрабатывалось, когда мячная селитра или другие азотные удобрения. Мы застали время, когда мы касс по 9 рублей покупали. Зимой в декабре завозили. И сейчас цена его 29 рублей, а мячная селитра 27 рублей. Поэтому здесь, мне кажется, немножко надо экономическую составляющую пересматривать. И Ольга Георгиевна на это внимание как бы не заострила. Но реально азота в метровом слое сейчас, даже пускай это неверные анализы, их в холодное время не проводят. Да, все это мы понимаем. Но если в динамике смотреть, его намного меньше. И то есть даже мы проводим, мы сторонники осенней подкормки, мы ее проводим постоянно. Ну, в дозе 70 килограмм. Мы тоже оцениваем, что этот год, он будет нетипичный. И здесь необходимо будет учитывать вот эти факторы повышенная влагоемкость, отсутствие азота и стоимость азота. Поэтому, как бы вспоминать, что было 10, 11 лет назад или 5 лет назад. Мне кажется, мы стоим на пути нового времени, которое необходимо пересмотреть все свои запросы. Что касаемо и фосфорных удобрений, это вообще всего полностью экономики. Потому что мы не секрет, что введенные пошлины, они немножко перенастраивают нас на особую технологию. Что же касается прошлого года, мы, наверное, в такое же время встречались. Перед встречей, это был такой график, это почвенная метеостанция. Она фиксирует узел кущения, температуру на узле кущения. Но если вы обратите внимание, это вот специально до 1 февраля, на минус 1 только опускалась 27 декабря. А в остальном, на узле кущения была положительная температура. Но была другая проблема, не было раскустившихся азимых. Да вообще, по некоторым хозяйствам вообще не было азимых. И мы больше здесь разговаривали. Вот я специально выписал заголовки ваших публикаций. Спасать или пересевать. Изреженные всходы и работа с ними. Тут Николай Андреевич Зеленский много рассказывал, как там дробно вносить. В плохом и не зашедшем состоянии в ЮФО на тот момент насчитывалось 1,9 миллионов гектар. Это вот конкретно та же ситуация, которая у нас была на момент проведения нашего семинара в прошлом году. Мы имели эта влагоемкость с антибарах, она рассчитана, но можно пересчитать. Это от 0 до 60 сантиметров тоже почвенные метеостанции стоят. Это вот там краткая расшифровка, что означает они. И что хотелось сказать, что мы базисные условия имели отрицательные только в одном отношении. Это фаза развития пшеницы. И основной тезис вот той встречи, я тоже специально его выбрал, чтобы мы понимали, мы же тут о чем-то разговариваем, да, это какое-то руководство действию или провести анализ то, что мы обсуждали, то, что мы людям советовали, и что в итоге получилось. Основной тезис был, что условия, я вам показал, мягкой зимы, влагообеспеченности, соблазняют многих технологов выйти раньше с подкормками в поле и дать чрезмерные дозы азотных удобрений. И это вызывало опасения у наших уважаемых экспертов. По факту в нашем районе тоже такая ситуация складывалась. Это вот весна, да, температура весны с 15-го, там, это мартовские, а вот следующие там, это уже с 15-го марта по 15-го апреля там есть максимальные. Вот, ну, смысл посмотреть среднесуточные, да, которые там считают, но плохо видно. И где-то 90% сельхозтоваропроизводителей в нашем районе решили все-таки первую подкормку сделать максимальной. Вот, а мы, как участники круглого стола, немножко решили сумничать и сделать дробную подкормку, потому что мы, ну, как бы привержены науке, да. И вот не зря прошлое выступление было, называлось так, что каждому агроному нужен психолог. Вот я скажу, что ничего не поменялось. И, в принципе, вот, я сейчас вот пример приведу, что у нас те, которые хозяйство провели подкормку от 200 до 300 килограмм, аммиачной селитрой, касс, может, где-то кто-то добавлял сульфат аммония, это уже у всех разные были, у всех разные были способы внесения, но они уложились в сжатые сроки и успели до 10-го апреля. То они получили урожайность от 50 центнеров с гектара. Я специально взял независимый источник, есть такая система Кропива, которая фиксирует урожайность на полях, культур, ну, показывает там, чем меньше поле, тем больше погрешность, ну, чем больше участок, тем более погрешность. Вот смотрите, это я взял участок, тут видно даже какие населенные пункты, Троицкая, Покровская, это наши, на разделе, скажем так, левая часть, это черноземы более обеспеченные, да, элементами питания, там более, менее плодородные земли. Вот смотрите, вот эта урожайность, которая получена от 5 до 9 тонн гектара, это те поля и те хозяйства, вот видите, даже они немного как агломерациями, севооборотами, это там, где люди рискнули и дали самую первую массовую, ну, скажем, по количеству азотную подкормку. Хотя мы, сидя тут за круглым столом, ну, где-то, наверное, 80% сходились к тому, что надо начинать все размеренно, смотреть и все прочее. К сожалению, погодные условия сложились так, что потом те, кто кинулись восполнять, им не дала либо погода, либо какие-то аспекты логистические, потому что многие хозяйства располагаются в пределах 70 километров от поля до поля, да, крайности. И поэтому, вот я дальше даже покажу, смотрите, это вот урожайность от, та же, до 5 тонн гектара, да, и вот урожайность свыше 5 тонн, вот эти вот все, это отдельные хозяйства, это отдельная тактика внесения азотных удобрений, поэтому... Которые не читали в газете Кристианин. На самом деле, я сейчас приведу пример дальше, да, вот, и здесь, как бы, стоит отметить, что, конечно, роль предшественника, роль технологии, и тут можно рассуждать бесконечное количество времени, потому что для нас, например, предшественник азимы и пшеница, у многих хоудингов он не существует, в связи с тем, что за комбайнами сразу проходят плуги, потом выравнивается эта почва, готовится по типу полупара, и если повезет, как повезло в 2021 году, с количеством осадков, то даже не будет фенольного отравления, которое мы наблюдаем, когда уже идет калашение, и азимы и начинают просто сгорать, да, и потом разводят руками, почему это происходит, вот, этого не случилось, поэтому вот здесь все, которые даже свыше пяти тонн зектара, это не обязательно предшественник рапс, горох, это те же азимы по азимой, по хата, поэтому к чему я, как бы, рассказываю, что все моменты нужно рассматривать, ну, не стандартно, да, не подходить к каким-то там базисам наука и фундамент научный, это хорошо, на нем нужно осваиваться, это вот, например, если сравнивать сейчас ту же медицинскую тему продолжить, да, вот Ольга Георгиевна, она как эндокринолог, вот, она более знает такие процессы происходящие, а мы все-таки агрономы, терапевты в обычной горбольнице, мы можем только так поверхностно глянуть и применить какие-то, принять какие-то решения, вот, поэтому какой наш, ну, что мы будем за других рассказывать, да, а повести, вот, я специально, это таблица контрастного NDVI, она, конечно, с разрешением до 10 метров, это не те снимки, которые, ну, можно более детально рассмотреть до 3 метров, но все же, это я схематично не стал там, вот, вот, вот смотрите, видите, нижнее поле, это, оно там 88 гектар, я не вижу, ну, в самом низу, это и в самом верху, у нас два одинаковых участка, они практически по 100 гектар, и вот смотрите, на нижнем поле, 14-е поле, мы применили дробную систему подкормок, а там применили разовую европейскую, в чем разовую европейскую, я, может быть, неправильно говорю европейскую, ну, как бы у нас так закрепилось на сленг агрономический, вот, мы там дали сразу 200 кг селитра и 200 кг сульфата аммония, там и там было большое количество неразложившихся почвенных остатков, поэтому при принятии, вот первый тезис, который сегодня хотелось бы подчеркнуть, при принятии решений о проведении подкормки, это необходимо учитывать, в каком состоянии находятся у вас растительные остатки на поле, то есть, вот, 1 марта мы подошли к тому, что ни на том, ни на этом поле, ни на 14-м, ни на 44-м, не было разложившихся растительных остатков, и дробное питание на 14-м поле привело, вот данные я, чтобы объективно, вот смотрите, это урожайность там, где 6, ну, там фактическая получилась урожайность, сорт ЮКО 64 сантиметра с гектара, это питание одноразовое и потом корректирующее подкормка кассом, а это наша научная система с 4-мя подкормками, с стимуляторами, с микроэлементами и всем прочим, да, разница ощутимая. Я считаю, что, в принципе, с одной стороны, да, мы не могли там, как говорят, складывать яйца в одну корзину, вот, но мы отдавали себе отчет, что не всегда и разовая большая подкормка может дать такой эффект, потому что, ну, кто прогнозировал такие влажные условия, никто, мы все-таки скептически смотрели, потому что предыдущие года нас заставили немного скептически на это смотреть. И плюс же заморозки были, видите? Нет, ну... Вы же учитывали опыт предыдущего года, да, да. Поэтому вот основной тезис... А? Сорт такой же, все. Ну, сразу скажу, там сорт был Юка, а там сорт Таня. Но вопрос в том, что мы даже не смотрели на сортовые особенности, там было четкое фенольное угнетение. Ну, то есть, все это увидели, и даже от недостатка первого азота, развожения. То есть, потом изучали литературу, которая, ну, как говорят, ну, что, ну, есть фенольное, что делать? Это в этом году? Это в этом году так. Это не Афангарес у вас было? Нет, это прямой сев... Только на Тане было? Нет, это полностью все поле было без... Да, мы уже сталкивались и с локальными когда-то, да, изучали этот вопрос. Ну, это именно принятие решения агрономам акту проведения подкормки. То есть, этот год, он немножко другой. У нас мы практически все запахали, много было влаги, растительные остатки разлагались. Поэтому здесь, я считаю, необходимо пересмотреть несколько подкормок. И все-таки я склоняюсь ближе к проведению такой, как Ольга Георгиевна, ну, первичный рецепт нам выписала, да, на что следует обратить внимание. Вот сортовой состав наш, да, он представлен краснодарскими сортами. Вот, ну, мы приверженцы сортовой мозаики, которую Людмила Андреевна Беспавова нам проповедует, потому что они, несмотря на то, что сорт Тимирязевка 150 в прошлом году нам показал урожайность в большой площади 70 центов с гектара, мы все-таки руки у нас, хоть и чешется посеять его много, но мы его сеем именно по научной системе. Благодаря и проведению круглых столов, и у вас мы много эту тему обсуждали, поэтому не будем на ней останавливаться. Вот, что у нас занимаются, чем агрономы. Вот, одному агроному было поручено с 28 ноября каждый день снимать один и тот же участок поля. Видите, он просто отмечал чисто, может быть, не с того ракурса, вот, но тут она что-то не хочет... Не вышла на работу. Не вышла на работу, да. 1 ноября. Ну, смысл какой? Сейчас я вам попытаюсь объяснить. Для нас была задача для себя подтвердить, что современные краснодарские сорта, ну, почему я говорю краснодарские сорта, потому что у нас других хозяйств нету, вот, растут уже при температуре от 2 градусов, да, хотя во всех литературных источниках мы все-таки отмечаем для себя 5 градусов. И мы эту теорию захотели проверить. Мы вот это брали каждый день, фотографировали, но я попробую, не знаю, как быстро пролистать. И вот, смотрите, это было состояние озимой пшеницы на 15 ноября. Вот. Видите, да, 1-2 листа, ну, практически все распределено было, распустившееся было только 30%. Вот. Вот. Это вот так вот выглядело между 29 октября и 23 ноября. Ну, и чтобы вы не вглядывались, я вам объясню. Добавилась ровно 1 фаза. Вот это вот мы каждый день снимали, без всяких, ну, там, замерял он количество листьев, длину листьев, ну, это была, будем так говорить, побочная работа, которая его, ну, немножко напрягала, это, да, дисциплинировала, назовем это так. Вот. И мы определили ровно 1 фаза. Это, и вот, это количество сейчас, это, можно как-то обратно вернуть. Проверим 6, да? Да, нет, нет. Да, вот вернуть обратно, где сравнивается 2 посева, да. Вот. И следующий. И следующий. Это, ага. Вот, все. И вот смотрите, что произошло. Это уже по состоянию, когда уже закончилась вегетация, вот, на 15 декабря. У нас на каждое 15-е часов объезжаются все посевы, независимо, каждый агроном делает свои делянки, потом мы все это фотографируем, в компьютерном виде пересчитываем фазу, количество всходов, и делаем такую сравнительную таблицу. Вот смотрите, что произошло. То есть, по нашим показателям, там, вверх мы пролистывали, сумма среднесуточных температур была не такая большая, она всегда была, там, до 5 градусов. Вот. Некоторые дни 2 градуса. Поэтому здесь очень важно, и когда Ольга Георгиевна приводила эту таблицу, ошибка отчетов, не ошибка отчетов, второй тезис, который хотелось бы под материалом этой встречи привести, что каждый агроном должен знать фазу пшеницы в своем поле, и должен знать количество стеблей продуктивных, потому что, в основном, нам легче выработать технологию, ну, на общее количество какой из их полей, все в оборотах, а вот тут кидаем по 200, а вот тут по 150, потому что, ну, там, не хватает на один разворот разбрасывателя, там, или еще какие-то причины находят. Но никто не знает, в каком состоянии находятся озимые пшеницы. Поэтому для нас второй критерий при определении проведения подкормок, это, конечно, фаза озимой пшеницы. И третий, основной, я все-таки, ну, немножко не согласен, потому что для нас, роль сорта, она огромна. Почему? Потому что сорта все, ну, простой пример приведу, не все сорта технологически можно сеять более 4 сантиметров. У них генетики это заложено, да? То есть, более 4 сантиметров мы заведомо идем на уменьшение результата, иногда довольно-таки значительных. Потом, не каждый сорт нуждается в первой подкормке, например, крупноколосые сорта. А есть сорта, на которых нужно подстраховываться и дополнять еще более, там, 30-50 процентов азота давать. Поэтому роль сорта в технологии, она огромна. Вот. И ничуть не умаляем достоинства роль предшественника, вот. Но роль предшественника не так, скажем, не так ярко себя проявляет. Потому что год от года это все меняется. Например, мы тоже в этом году отметили, что по предшественнику рапс в этом году мы наблюдали угнетение азимой пшеницы. И это связано с тем было, что опять же тоже разложение растительных остатков, которых у рапса образуется много, и просто почвенная микробиота, и азота не хватило. И у нас все угнетение. Хотя, кого не спроси, рапс это прекрасно. В прошлом году был рапс? Ну, у нас одно хозяйство занимается рапсом. Вы получили урожай? Получили урожай. Нет, ну, конечно, рапс был. Хотите еще, чтобы пшеница росла? Да, конечно. Ну, а как? Это ж рапс, 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 рапс это ж очиститель, как мы говорим, пар, очиститель. Ну, рапс это вообще, не знаю, шикарный предшественник. Думаю, что навряд ли кто не согласится. Одно у нас такое есть, как рапс в районе, если начинает хорошо, перезимовал, развивается. У нас машины всех дистрибьюторов, химических компаний не успевают ездить, потому что рапс вместе с тем очень энергозатратная культура. Она требует больших вливаний со стороны при приобретении пестицидов. Поэтому четвертый критерий, это, конечно, предшественник по тому, какие подкормки проводить, но они связаны больше с содержанием фосфора. Что мы заметили? Что в течение трехлетних испытаний по ЖКУ, да не обязательно ЖКУ, мы пробовали носить и сульфомофос с сейлками, и да, действительно, по предшественнику подсолнечек содержание фосфора в верхнем слое никогда не будет больше 16 мг. Это большая редкость. Особенно, если мы получаем подсолнечек от 35 центеров, а когда какое-то поле, я всегда пример приводил, что получил 47 центнеров, собственники спрашивают, почему ты такой грустный. Подсолнечек столько дал, а что грустный, потому что на следующий год вероятность получения высокого урожая пшеницы, она не такая велика. То есть необходимо много поработать, много внести, и я думаю, что связано это и с другими почвенной микробиотой, о многих процессах, о которых мы не знаем на нынешний день. Поэтому для нас роль предшественника и дополнительный фактор – это сколько этот предшественник дал урожай в предыдущий год. Вот такие критерии. По видам удобрений и по, скажем так, стратегии, остаемся ли мы, мы хотим совместить опять половину, все-таки сделать, пройти по технологии пролонгированного внесения азотных удобрений, назовем его так, и по технологии дробного питания. Почему дробное питание нас больше, нам еще импонирует? Потому что мы считаем, что небольшие дозы удобрений являются неким стимулятором и для развития азимой пшеницы. То есть она реагирует на очень частое внесение каких-либо питательных веществ. Почему? Потому что вот тут был приведен пример, что невозможно полностью заместить фосфором, к примеру, небольшими количествами фосфора, невозможно заместить полное голодание. Но здесь есть одно но. Мы же не рассчитываем, сколько растения, если его посчитать, его вегетацию в часах, сколько каждый час ему нужно, какого вещества. И иногда даже небольшие азотные подкормки, как их назвали, гомеопатические, они чуть-чуть более гомеопатических, то есть они содержат азот, дают свою прибавку. В сфере уменьшения задач, уменьшения себестоимости, мне кажется, точное применение удобрений, дробное точное применение удобрений, за ним будущее. Единственное, осталось реализовать возможности точной диагностики, чего, к сожалению, у нас нет. Потому что мы сами проводили эксперимент, на одно поле приглашали четыре лаборатории, делали они в один день анализы, и почвенные, и листовые. Ну, к сожалению, мы получаем постоянно разные результаты. Надеюсь на какие-то, которые показывают на немецких выставках, приборы, которые одномоментно могут определить содержание азота, фосфора, калия в листьях и почве. Ну, пока это находится в стадии разработки. Я думаю, что к этому, наверное, что-то придет. И вот это касаемо стратегии азотных подкормок. Что хотелось остановиться на результатах прошлого года и обозначить все-таки вопросы по этому году. Результаты прошлого года нас в очередной раз убедили в том, что неразвитые растения краснодарских сортов, интенсивных, таких как Тимирязевка, Алексеевич, стиль, ну, даже яванчик я к ним причисляю, хотя это не сильно интенсивный сорт, показали очень высокую степень весеннего кущения. И в целом урожайность для весеннего кущения была феноменально высокой. Мы не ожидали. Второе, что в этом году, вот, к сожалению, тоже не было названо. Мне все-таки кажется, что это основной фактор. Борьба с болезнями выходит на первый фланг, когда влажный год. И в прошлом году на некоторых полях мы пропустили агрессивную расу септориоза. И потери составили довольно существенные. То есть, мы неверно оценили обстановку. Септориоз даже был на культуре озимой тритикали. Вот его сегодня называли. Вот, никогда мы не ожидали, что там будет. Ну, даже и там приобрели. И на это необходимо обратить было тогда внимание. И второе, ой, третий фактор. Все проведения наших подкормок на качество зерна никакого влияния не оказало. Вот. Плюс, мы тут разговаривали за протравку. Вот у нас в многофакторном опыте непротравленные семена. Ничем непротравленные. Даже инсектицидам они не показали никакой убавки. Ну, и, соответственно, препараты не показали никакой прибавки. Использовали специально препараты различных фирм. Не будем их называть. Но так сложился год. Это не то, что там призываем непротравливать. Ну, призываем тому, что не всегда мы можем что-то списать на действие чего-то. Что необходимо ко всему так подступать. И последний, который у нас по прошлому году поступил от применения микроэлементов. Мы получили наибольшую прибавку 5 центров в фазу флаг-листа. Хотя продавцы микроэлементов все настаивали, категорически настаивали, что необходимо все применить в кущение и там такие критические фазы. Но получилось как получилось. Это трехфакторный опыт с применением контроля. Все как положено то есть здесь ошибки я считаю не может быть потому что везде эта тенденция проследовала на всех трех контролях. А и на этот год все-таки хотелось бы уточнить вопросы с этой гравитационной влагой потому что вполне серьезно хоть как бы там Ольга Георгиевна она ни разу сильно за нее не говорила но мы это видим потому что у нас перенасыщение влагой у нас выходят на поля эти блюдца хотя нету промерзания почвы да мы переди сейчас так как нам приходится запахивать навоз который мы носили ноябре у нас трактора периодически у поля выезжают мы эту картину видим что практически того разрыва которого не будет почвы да вот и вот это перенасыщение влагой правильно выбрать эту тактику применения подкормок вот это как бы да ну это вот кратко потому что информации много вот что-то такое все вопрос можно да ну судя потому что блюдца вода не впитывается а купить новый пиджак Женя и двигачку проколоть подтворить я хочу сказать вопрос у меня даже про травители не показали никакой разницы а по какому предшественнику высевал азимой по азимой не с запаханной не с запаханной соломой измельченная оставленная которая была на поверхности мы ее то есть у нас сложный инфекционный фон и разницы не было не жужелицы это не не жужели это это я почему рассказываю мы этими опытами занимаемся каждый год и я скажу из пяти лет три года получается так но разница я назову 2017 год разница между протравкой и не протравкой достигла десяти центров и это нас поставило на то что необходимо здесь обязательно подстраховываться но стоит ли применять премиальные дорогостоящие препараты вот здесь это как бы заставляет задуматься так ли все однозначно потому что мы иногда на стороне маркетинга за него ухватываемся бежим и немножко не понимаем а нужно ли нам это это я коснусь тоже вопрос про трассу еще один вопрос дозы платформы на качество никак не отразились поршнем году мы специально по ну будем так скажем по рекомендациям наших очень больших специалистов профессоров академиков вот они порекомендовали ну необходимо там провести эту позднюю азотную подкормку да и мы специально для себя разделили даже некоторые ну то есть мы половину провели половина не проводили половина площади есть и половина полей половина площади чем работали А карбамидом? Карбамидом? Да, разбавляли. Фаза какая? Ну, фаза начала налива. Начало налива? Да. Не, ну мы проводили и раньше карбамидом. У нас разные есть подкормки. А погодные условия какие были? Днем, ночью, вечером? Ну, погодные условия этого, ну, скажем, они были средние. Мы их называем средними. Хорошо. Опять же, когда сок внесения? Днем, ночью, вечером? Не, ну мы все это вносим только вечерние и ночные часы. А сколько газов давали? Ну, а тут, думаю, карбамида 25 кг, одну давали до фазы выхода колоса, да, 25 кг, и вторую давали уже в начало налива. Ну, к чему, что настолько, а я, мы нашли этому объяснение, почему, потому что мы же проводили опыты из ЖКУ, да, подкормками, и для нас стало немножко понятно, что благодаря такой большой влагообеспеченности и предыдущим сухим годам, когда, ну, не смогли реализовать такого потенциала произошло, по крайней мере, на полях нашего хозяйства произошло все-таки накопление доступного фосфора, который благодаря вот этой почвенной микробиоте, этих сложившихся условиях, да, ну, там, вон, я почвенный специально взял, все эти показатели температур, они так сложились, и фосфора было доступно очень много, потому что многие хозяйства вообще даже не рассматривали никаких дополнительных фосфорных и с осени, да, ну, все или 70 килограмм амфоса, мы специально ездили на эти поля смотрели, потом урожайность там фиксировали, они все 70 центров дали, то есть априори, если технологически прописать, такого невозможно было, ну, они должны были где-то, и специалисты вырывали эти растения, показывали красные пятна, вот видите, у них фосфорное голодание, вы все правильно идете, правильным путем, надо, ну, заботиться о фосфорном питании, но итог оказался, вот, ну, год нестандартный, и фосфорное питание было... А карбамида два раза по 25 килограмм по физике? Нет, ну, это только в физическом, конечно. По 25 килограмм? Да, по физике, ну, 50 килограмм, если так. Какие фазы давали? Ну, я же фаза, назовем ее появление лигулы, да, так называемый, да, флаг, и потом уже в начале налива. То есть, 37-я фаза, и потом... Ну, мы ее там 39-я называем, ну, пускай 39-я, да, 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 мы несколько раз проводили такой эксперимент, когда нам кто-то приезжает, мы привозим на одно поле, говорим, определите нам, пожалуйста, фазу, вот, феноменально, все определяют разную фазу. Вот, поэтому у каждого свой подход. А на мне научно-наука не точно. Да, да, поэтому здесь, ну, и справедливости стоит сказать, что цена между 11,5 протеином и 13,5, она не отличается практически никак. Поэтому вот вопрос у нас, и он уже и возникает, что делать в этом году, да? То есть 50 килограмм карбамида вообще ничего не дали? Не дали, именно в этом году не дали ничего. Вот такая вот разница, что мы получили супертройку или там даже ко второму классу, она у нас, ну, 85% тройки получилась. Маленькую гимарочку, мы тоже делали опыт с несением карбамида. Обычно, обычно белок и кальковин росли, но дело в том, что если уваженность уже большая и так, бывает рост совсем небольшой. То есть мы определяем биохимию, ну, в лаборатории, что было, например, 13,5, 13,7. А это, ну, разница небольшая. И когда экономику смотришь, класс не меняется. То есть, да, видно, что повысился немного белок и кальковина, а класс кладутся и не меняется. За затраты. И абсолютно никак, цена одинаковая, что мы получили там, что там и все. Это все сразу рубит на корню. Поэтому, может показаться, это не по всему. А можно угадать сезон, когда не протравливать? Нет. Ну, мы, это, смотрите, да, смотрите, смотрите, для меня, для меня на всю жизнь остался опыт, который, мы были в одном хозяйстве Никлиновского района, ну, попросил один собственник приехать, там, оценить ситуацию. Ну, всегда же, когда приглашают, там, чуть-чуть чувствуешь, там, что там, великий раз, нуждаешься в помощи, там, можешь, умный вид сделали. И мы ему порекомендовали, да что, что так запустил посевы, надо было предварительно обрабатывать химическими фунгицидами, веди себе это как правило, и все будет нормально. Он слушал, ну, естественно, видел, какие у него результаты были, когда он не применил, как он прозевал заболевание, что потом это было уже поздно применять, уже листовой поверхности, как таковой не было. А на следующий год, на следующий год мы, ну, понимаете, тоже много консультантов, много приезжают, и нам просто порекомендовали, посмотрели, подождите, не спешите, там, чуть попозже примените, все. Ну, в итоге погодные условия так начали складываться, что мы не могли зайти опрыскивателем в поле. И когда районный объезд был по полям, мы тому, кто нас приглашал, приехали, у него все поля идеально чистые, все. Он говорит, а вы же как мне рекомендовали, я все воранее обработал, и все. Я и не думаю об этом, будет, не будет. Поэтому также по протравителям, здесь же рассчитывается фосмажор, да, риски, насколько вы можете управлять этими рисками. Как вы можете управлять рисками возникновения какой-то патогенной инфекции, да, в результате, там, ну, увеличенного, там, скажем, количества осадков, да, которые нежданно увеличиваются. Вот у людей сегодня раскаливали с Авропольского края, да, было 320, а потом 500 стало. Вот, как они могут это себе прогнозировать. Поэтому здесь протравка обязательно, ни в коем случае я никого не призываю. Просто потешевле. Вот, а то там, да, на улицу не выйдем, будут, побьют фермачи. Кстати, вчера Мишустин подписал на 2 месяца Эмбаро, сейчас селитра остается дома, так что покупай дешевую по 10 рублей. Да, никто, мы, к сожалению, селитру по такой цене не купим, потому что мы задавали такой вопрос, что будет в случае Эмбаро, да. У нас, как всегда, очень много перекупщиков селитры, компании в Таганроге растут как грибы у нас до 7 компаний. Вы еще торгуете? Торгуют селитрой они. Вы тоже торгуете? Нет, ну мы еще нет. Вот, но больше всего, знаете, тему, один из агрономов позавчера где-то увидел, ну, либо объявление, что будет проводиться круглый стол, тактика. Он говорит, ну мне по блату расскажи, какую ты тактику будешь заранее, хотя он там сам такой, что у него надо спрашивать. Я говорю, ну какая тактика, ну давай сразу начнем с того, сколько у тебя селитры ты купил на свою площадь. Он говорит, селитры, да нисколько не купил, мы не успели, а сейчас не можем нигде достать. Я говорю, ну записываю, первая тактика, купить аммиачную селитру. Поэтому вот мы с вами сегодня рассуждаем, а на самом деле для многих это серьезный вопрос. У многих нет еще азотных удобрений, и они пытаются сейчас то в квоту попасть, то еще туда, то в это. Потому что разница, я вам назову, разница между кассом, который где-то по квотам выделен, 20 рублей и 29. И никто не хочет эти 9 рублей переплачивать, да, и все ждут. А ожидание, оно ж отодвигает, и это нервозность. И какая тут тактика, тут бы хотя бы минимальная. Поэтому мы вот с вами рассуждаем, как вот, ну, как вот бояре Рявчика укушали, а все стояли смотрели. Так немножко неверно. В основном это запас лезь, может не стопроцентная потребность, но там на 70 точно обеспечим. Ну, от этого же рассчитывается какая-то тактика ведения, да, то есть нельзя же заранее, тогда надо более в дробный этап идти, думать как. Скажите, вот по тем сортам, которые вы используете, с какого сорта вы начнете работать, где будете работать? Ну, естественно, естественно, мы, ну, первое, что для нас это группа спелости. Например, сорт юка, мы никогда не его опускаем, никогда не проводим первую подкормку. Рано, да, то есть если, ну, смотрите, просто логика, какая мышление. Мы вот среднегодично подсчитывали количество дней, когда мы можем работать по мерзлотовой почве. Ну, редко-редко, когда бывает, что таких дней 7. И то в этих днях, это же есть дневные температуры, когда почва отходит, когда-то не может технику загнать. Поэтому мы рассчитываем в первую очередь на сорта ранней группы, например, ультра-11, иванчик, да, ультра-11 вообще ультра-скороспевый сорт. Вот, вот, и на интенсивные сорта, которым необходимо повышенный коэффициент кущения для формирования хорошего урожая. Такимирязевка и Алексеевич, вот. Но у нас здесь мы уходим все-таки в группу более сортов, которые засухоустойчивые, с эректоидным типом листа, да, вот. Вот, а вот такие сорта, которые широколистные, он стал у нас воплощением, ну, иванчик, шарм, воплощением широколистенных красивых сортов, как говорят у нас, сорта для директора. Что приехал, это красивый сорт крупноколосы. Вот на нем мы сосредотачиваем внимание, первую, это фаза выхода в трубку. Во фаза выхода в трубку мы, бывает, делим две подкормки кассом по 50 кг через неделю. То есть, ну, периодически рассчитываем начало выхода в трубке и конец выхода в трубке. В кущении работаете? В кущении работаем, но незначительными дозами, ну, 100 кг, в зависимости от количества фосфора, от условий, ой, от количества азота. Но в этом году, то, что я говорю, это впервые за 5 лет, азота нету, и ему нет куда взяться. Мы это видим, промывной режим, у нас всю осень заливало, да, август был влажный. Поэтому, вы же посмотрите по любым результатам состояния посевов, откуда у тебя взялись по 30%, 1-2 листа, 2-3 листа. Это не то, что мы там чего-то выжидали, мы просто не могли зайти в поле. Ну, то есть, поэтому много в этом году разбросного сева, различных других технологий, которые никак не вяжутся в наш научный, там, научные теории. Ну, что, видите, к декабрю мы довели до 70%. С осени мы даем азотные подкормки на ослабленных посевах, и на которых посеяно 100 кг на гектар. Но когда они еще вегетируют? 70 кг. Это еще старая, ну, старая наработка, и мы ее очень часто используем, и она в действительности нам дает эффект. Но мы вот как-то для себя рассчитали, что 70 кг это достаточно. И плюс... ДВ азота? А? ДВ азота? Нет, 70 кг селитры. Вот, и вместе с ним совмещаем применение осенних гербицидов. И тем самым мы разгружаем до 30% площади. Мы вот в этом году применили 30% осенних гербицидов. И мы чуть-чуть разгрузили, потому что я считаю, что мы убили там, мы, ну, перед этим диагностировали, определяли видовой состав сорняков. Вот, и мы полностью, часть работ, которые нам надо было весной, мы перенесли на осень. Это с точки зрения стратегии распределения работы, ну, затрат, я не буду. И считаю, агрономически это правда. Ну, вот Александр Александрович сказал, что можно с осенью носить, но когда уже достаточно холодно, и пшеница не вегетирует. Вы так не делали, да? Нет, ну, она фактически ослабленная шеей кормится, что попытка догнать что-то, попытаться их ускорить, их неоразвитие. Вы можете там освободить себе февраль на поездке? Ну, нет, нет, ну, я считаю, что хороший инструмент, который использовали сульфат аммония, но это был до того момента, пока он, ну, действительно стоил копейки, да, в пересчете на селитру. Сейчас сульфат аммония, ну, по стоимости, по-моему, если не ошибаюсь, он дороже аммиачной селитры. Поэтому этот инструмент, провангированное действие азота, он немножко утраченный. И вопрос в том, что мы тоже про аммиачную селитру говорим, там, про аммиачную, ну, не будем забывать, что там часть NH4 есть, да, которая, и она тоже будет потом работать. Никто не говорит, что там что-то промоется, но там глобально, да, но КПД этих удобрений снизится. В общем, можно, вопросик, очень интересует фенольное отравление, к фазе калашения, вы сказали, наблюдается. Это наблюдается, ну, у хозяйств, у которых нет возможности вести полноценный селоборот, у нас хозяйство с животноводством, поэтому нам, ну, как бы легче разговаривать, у нас много кукурузы силосной, сенажно, многолетних трав, да, вот. А то здесь есть хозяйство, которое, ну, по сути, ведет трехпольную систему селоборота, ну, это азим-азимая подсолнечек, азим-азимая подсолнечек. И они используют постоянно по хату, с прикатывающими катками, потом выравниваниями культиваторов, вот. Но здесь они в какую попадают, если попадается засушливый год, да, у них, они получают раньше всех сходы, сходы полноценные, они хорошо развиваются, азимы этот. И до того момента, если увлажнения весеннего не было, достаточного, раннего увлажнения, а пошли осадки какие-то апрельские, майские, корневая система в какой фазе достигла этой соломы, она начинает угнетать азимую пшеницу. Мы эти локализации у себя даже встречаем, потому что мышное животноводство убираем на солому, и у нас, ну, не всегда удается эту солому нормально, ну, понятно, да, идет рулонный. Я говорю, все положительные опыты, это допущенные огрехи. Да, вот если бы не было огрехов, мы бы не понимали процессов. И тюк соломы развязался, механизатор даже его, ну, поджигать, это же все поле будет гореть, и оставили. Тот, кто дисковал, думает, да, ну их так им и надо, задисковал. Третий еще. И эта локация потом дает нам, да, и мы эти локации видим, начинаем раскапывать, а там полностью солома, там угнетение. А каждый специалист, который приезжает, приедет вам по агрохимии, он скажет недостаток азота, марганца, другой приедет, скажет закисление, четвертый приедет, скажет недостаток еще чего-то, и понеслась. Тут пища для многих, просто появляется это, да. С чем я столкнулся однажды, такой сильный негативный опыт, предшественник у нас был, занятый парк, сидеральный парк, то есть мы запахивали на сидерат горчицу. Вроде все в порядке было, и фаза хорошая, и масса приличная, мы задисковали. И в итоге прекрасное развитие с осени, как вы говорите, отличное калашение, все одинаково с черным паром, фактически все, ну, разницы нет. И на момент налива уже сформированный голос практически пустой. Это именно это и фигмент. Да, это и есть все. В общем, поэтому я к сидеральному, ну, к сидеральному отношусь очень и очень так, нельзя так после этого. Нет, потому я к чему говорю, что вот все мы, когда обсуждаем какие-то технологии, да, вот нужно соглашаться со всеми. И тот докладчик прав, и этот прав, потому что все правы, у каждого, ну, это есть какой-то, да, свой опыт. Но попадет ли его сценарий на этот год, большой-большой вопрос. И кто скажет, что он исповедует одну технологию и получает одинаковые урожайности, да, я не соглашусь, потому что очень много краснодарских, ставропольских хозяйств, у которых, ну, посмотрите, урожайность, буль, может быть, средняя 90 центров, а на следующий год неожиданно 40, что это, ну, да, там, погодные условия начинают разбираться, это, ну, да вроде там, ну, пусть там осадка чуть меньше выпала, но это большая разница. Это не говорится, а они исповедуют одну технологию, всегда 400 килограмм в си литр, всегда это, всегда доходим до того порога, когда необходимо понимать, какие другие процессы происходят. Также, вот, смотрите, с разложением соломы, да, многие же европейцы, которые занимаются, они с нас смеются, когда мы там литр каких-то биологических препаратов применяем. Они говорят, у нас меньше 10-20 литров мы не рассматриваем, это нереально, чтобы уж какие-то пошли процессы, да, а у нас первым делом руководить нами маркетинг, экономика необходимо, потому что мы не готовы покупать что-то дорогое, не зная его действия, да, и также вот во многих, во многих вопросах. И маленькая еще ремарочка, по росту в зимний период, тоже заметил эту вещь, у нас поздние соки посевов, в октябре, которые мы сеем, могут уйти в зиму, где-то в фазе шильца фактически, бывает даже сходов нет. В феврале месяце это 300 и уже начинает закладываться узел для кущения. Так что, в принципе, да, зима пшеница вполне себе может расти и даже в принципе. Ну и кстати, в прошлом году, когда мы обсуждали, и сегодня это Владимир Вячеславович говорил, у нас тоже мы наблюдали феноменальную гибель озимой пшеницы, хотя прошлый год вот я показывал, да, не было и температур таких на узле кущения, но у нас прям все пшеница выпадала, она была, ну, каким, особенно на 2 сантиметра было заделано, она погибала, поэтому в этом году было минус 19 в течение суток, да, и у нас не было снега, и хотя температура на узле кущения минимальная у нас была минус 3 градуса, но все вот эти способы посева, разбрасывания, они же предусматривают неравномерную заделку семян. Соответственно, вот сейчас необходимо как можно быстрее дойти до поля, вот, многие там увидят, обрадуются мышей, мы вчера просто обследовали 3 раза там, вытаскивали, грязли этот, ну, не могли проехать, очень много мышей, их очень и под снегом много, вот они и появились, да, вот они и появились, ну, это, говорят, хороший этот знак, да, вот, ну, говорят, когда много мышей, то хороший будет урожай, вот, а нам бы хотелось какой-то знак получить, что не будет пошлин, если была бы такая народная примета. Мышей в Кремль, а собираю и вези туда. Да, по-менски сказал, если высокий урожай будет, то... Евгений Леонидович, скажите, сейчас я, может, наивный вопрос задам, но поскольку селитра стоит дорого, народ начинает думать, что делать, чем, как заменить. Вот, в ход идут, значит, сидираты, всех бобовых культур, внесение органики. Вы можете оценить, насколько это эффективный метод? Вот бобовые культуры, они, например, накапливают азот для последующей, или они просто сами пользуются, но там ничего не оставляют? Давайте этот, вот, первый момент, который мы разделим. Мне легко просто, чем легко работать, у меня через стенку друг экономист сидит, и он всегда злостно к нам заходит, посматривает на нас, вот, чтобы мы там лишних не потратили. И когда он услышал, что так возросли азотные удобрения, фосфорные, он меня позвал, а ну давайте мне новые цены, я сейчас все пересчитаю. Вот, и несмотря даже на новые цены удобрений, ну, мы к этим ценам прикладывали прибавки минимальные. Ну, все согласятся за столом, что, сидящие за столом, что при применении 100 кг селитры, да, одного центра селитры, прибавка, ну, практически всегда от 4 до 5 центров, но ниже не может, она может быть больше, но 4-5 центров, это как бы среднее, да. И пока по таким прибавкам и удобрениям, это удобрение еще окупается. И говорить эмоционально людям, что нам все подорожало, вы не вздумывайте вкладывать. Как помните, Сарса Небесная Сергей Иванович всегда говорил, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи, да. Здесь, ну, порог, порог этот, надо определить для себя тот порог, ниже, ну, выше которого вы уже не можете продолжать ту же технологию. По бобовым культурам я считаю, что после того же гороха необходимо определить на наличие клубенькового долгоносика. Можно сеять горох, но не получать клубеньки. Но при этом для себя, где-то в своей программе, или в своей голове, или в балансовом методе ставить, что у вас накопилось 30 кг азота. Писано, да, а в практике мы не можем достичь, ну, согласно науке, этого результата. Какие-то другие, ну, я же говорю, минили. Органика от фермы. Органические удобрения, это очень хорошо, но я не знаю, как мы тут можем так свободно рассуждать, что мы вносим органические удобрения. Вы прекрасно понимаете, что это природоохранная деятельность, нарушение природоохранной деятельности. Необходимо лицензирование, до сих пор оно не убрано. До сих пор выезжает Роспроводнадзор, штрафует. За небольшие можно площадь внесения, можно получить штраф от 2 миллионов рублей. Поэтому пока мы это неорганическое удобрение как-то не легализуем или не перейдем правовую форму о внесении, приготовлении органических удобрений, тут такой вопрос, он в подвешенном состоянии. Это просто те, кто не сталкивался. А те, кто сталкивался с этим, ему есть определенные трудности. Вы не уменьшаете дозу азотных удобрений? Нет, это все просматривается в звеньях, севооборотах. Мы вносим органические удобрения под силосную кукурузу, а потом по этой силосной кукурузе сеем в семенные участки. Но там используем стандартные схемы азотных удобрений. Я вам скажу, что у нас в хозяйстве редко есть такие площади, где мы используем более 300 килограмм в пересчете на мячные селитры. В основном мы обходимся 250 килограммами. И я считаю приверженец того, но может быть это неправильно, когда услышат это более, скажем, те, кто интересуется экономикой, какими-то расчетами. Я считаю, для Приазовской зоны нам достаточно получать 5 тонн гектара. Но пускай это будут стабильные урожаи. Нам не нужно вот этих качелей, когда мы после урожайности пшеницы 80 центеров пытаемся по ней посеять азимую пшеницу. Но это нереально без сжигания стерни, без чего-то получить там последующим урожайность азимой пшеницы высокая. Поэтому здесь вот такие вопросы, когда мы советуем какие-то научные вещи, они нуждаются от теории более к практическим вещам. И не всегда так, как хорошо рассуждаем. Мы можем один и тот же вопрос сравнить два года, и он совершенно по-разному, на него будем искать ответ. А вы потом обвините, скажите, а ты тогда так говорила, а сегодня так. Это вот не типичный. Не типичный, да. Но в среднем получается хорошо. Так, еще есть вопросы? Тогда мы к финальному докладчику подойдем. Пшеница, ячмень, кукуруза, горох, грабс. Вот как бы пять культур, по которым мы стараемся как-то там свою экономику строить. Хочу сказать, что занимаемся мы семеновозцем, так же, как Евгений Леонидович. Мы представители Краснодарского НЦЗ по Ростовской области, являемся дилерами. И семеновозцем мы занимаемся давно уже, более 10 лет. На сегодняшний день я считаю, что нам повезло, и мы можем пользоваться плодами Национального центра «Зерна», их плодами труда. Это самые современные, высокоурожайные сорта, которые мы пробовали. Это много у нас сравнено с иностранной селекцией. Но вот талантливый коллектив под предводительством, я не помню этого слова, гениального ученого в наше время, Людмила Андреевна Беспаловой, реально совершают большой прорыв и скачок в селекции и урожайности зимных культур. Последние годы добились очень сильной морозозимостойкости, в этом их упрекнуть уже нельзя. Хочу сказать, что современные краснодарские сорта, они очень жаростойкие, очень экономно расходуют влагу. Последние достижения – это группы полукарликовых сортов. У них на интенсивной технологии примерно 45-48 мм расход воды на тонну получается. То есть по непарным предшественникам можно получать такие же, а то и намного выше, чем ваши соседи по парам. Но только надо знать и соблюдать все технологические моменты, питание, кормление, очень много всяких мелочей и нюансов. Хочу рассказать свою технологию со всеми ошибками, которые мы получили за прошедшие годы. Он так бы начинал так и с проздравливания. Все, воборот, насыщенные зерновыми до 60%, соблюдаем рекомендации Краснодарского института. И там по каждому сорту есть рекомендованные предшественники. Их обязательно соблюдать, потому что, хотя и задаются рекомендации на непротравленном агрофоне, но в любом случае, даже протравливая, нивелируя каким-то образом химическими препаратами, общих рекомендаций мы стараемся придерживаться. Это позволяет получать высокие урожаи по тем предшественникам, по которым мы высеваем определенные сорта пшеницы. По сложному зерновому предшественнику, как Евгений Ильинич говорил, нетравленная пшеница сеять и получать хороший высокий урожай у нас такого опыта нет. Я этим похвастаться не могу. А наоборот, у нас были большие провалы, когда я закладывал разные опыты с разными протравителями. И вот на дешевых бюджетных протравителях мы получали очень большое снижение урожайности. Ни травленный пшениц мы не съели, не настолько отважный. Поэтому мы пришли в последние годы к выводу, что подтверждается реально информация наших агрохимиков, которые говорят, что в сложном севобороте, на высоком инфекционном фоне, единственными ДВ по фузырозным корневым гнилям работают это Прохлораз и Флодиксанил. Два ДВ, которые мощные препараты, у них до 85-90% эффективности, они защищают растения до конца кущения. То есть не до трех листочков, четырех, как обычно, все эти трехкопеечные, а да, эти препараты подороже. Но там до, грубо говоря, марта месяца мы получаем гарантированную защиту. Послужимся в оборотах, по где пшеница по пшенице, и вот до 8 тонн мы получали урожайность, сели опять пшеницу. Пришел к лулю такому, что приходилось и приходится, и это мы применяем уже много лет. Мы женим Флодиксанил вместе с Прохлоразом. Там получается, как бы, ну, очень близко к идеальному защиту семян, и нет никаких нареканий и вопросов. Единственное, значит, мы пришли к такому выводу, и много лет, уже больше 10 лет мы это применяем. Ну, опять-таки, все это опытным путем, и читая литературу, данные общие, значит, которые находятся в открытом доступе, и очень много научных статей на эту тему. Поэтому азота мы даем примерно по ДУС осени не менее 45-48 килограмм при посеве зимой пшеницы. То есть, часть уходит на разложение соломы, часть остается для пшеницы. Как бы так, фосфора мы даем по выносу, то есть, примерно, там, если на одну тонну уходит 11-12 килограмм фосфора, вот мы даем минимум 150, ой, 52-го мафоса, это 150 килограмм на гектар при посеве зимой пшеницы. Стараемся носить его поглубже. Бывало такое, что там полупар пахали, или же там глубокой дисковкой, как-то, если не получалось там пахать. Ну и при посеве небольшого старта размечаться рядом с семенами, тоже этот вариант, как бы, применения удобрения, он приветствуется. По злаковым мухам, тоже лет 7 или 8, уже не избирая предшественника, так как акомиза, если он калитает везде, наносится ущерб растениям на всех предшественников, везде применяем протравливание энситицидными препаратами. То есть, буквально всю площадь мы травим одинаково. Единственная разница, мы, значит, по потравителям, там, где пшеница, по пшенице, товарных посев, к прохлоразу обязательно жжение флодиксанил. Тогда, как бы, вообще вопросов не возникает. И препараты применяем или в среднем, или ближе к максимальной дозировке. Осеннее применение гербицидов, о котором, здесь Евгений уже упоминал, применяем 100% на всей площади, ежегодно в этом году совместили с обработкой вот красно-моготого клеща. Скажу, что этот агроприем, он очень важен, он позволяет получать собильный высокий урожай. Весной растений сорняков практически нет. То есть, ни руток, ни дискурений, никаких там зимующих, рапсих, где-то какая-то падалица. Все, что осенью кушает ваш азот, ваше удобрение, придет вашу влагу, вы осенью это дело все убираете. Весной выборочно где-то смотрите, ну, вдруг, как вот что-то там вот, где-то засвербило, нужно поставить опрысквитель, ну, прошли сверху каким-то там еще недорогим бюджетным гербицидом. Падалица подсолнечника, интересный момент, но добавление 30% клапиролида, он имеет почвенный, значит, эффект, на пшеницу никакой роли, но падалица подсолнечника, он имеет очень такое токсичное воздействие. И недорогая, как бы, технологическая операция, она позволяет избежать всех последующих волн, значит, падалица подсолнечника. И весной, в принципе, проблем с этим тоже не возникает. То есть здесь просто и закончено действие этого гербицида, который по Злаковым, значит, работает прекрасно. Значит, азотные подкормки. У нас чуть-чуть другой подход, я как бы согласен со всеми, значит, выступающими, что вот каждая, значит, теория имеет право на жизнь, но, я же говорю, агрономия, наука вообще не точная, она как бы, как захотел, как ветер подул, так, как что видишь, так поешь, тем более у нас, посмотрите, у нас деятельность в сельском хозяйстве, она никак не регламентирована, у нас министры все, то зуботехники, то, не знаю, там банкиры какие-то, то вообще, как бы, профильных людей в нашем сельском хозяйстве очень мало. И зачастую, как бы, ну вот, думаешь, почему, если ты, допустим, работаешь с адвокатом, ты должен иметь юридическое образование. Если ты хочешь там людям температуру мерить, ты должен иметь медицинское образование. А у нас, как бы, ну вот, есть желающие, самоотверженные, ну, давай в бой, как бы, есть у человека желание, ну, пожалуйста. Поэтому много экспериментов. Поэтому очень много таких, вот, как Евгений говорит, что привези мне литр и сказали, а ну, получи-ка результат. А это очень, как бы, так, да, тут надо к этому вопросу подходить. Очень действенно. Как-то спросил у немца профессора, Гюнтер Граби, приезжал, читал лекцию, говорю, а вот у вас такие, вот, как бы, вот, ребята есть, у нас, наверное, они были в 80-х годах. Но с тех пор, говорит, на прямом грубом немецком, немецком не выразится, с тех пор у нас эти, как же он сказал, не буду говорить про женские уши, продукт после быка, расфасованный, не продают. Как бы так, ну, не торгуют больше бычей мальчей, говорит, у нас это дело ушло. Ну, честное слово, очень хотелось бы, вот, общаясь с Ольгой Георгиевной, со всеми, значит, как бы, какой-то, вот, консенсус выводить и понимать, но очень тяжело в нашем мире, потому что очень много разной противоречивой друг другу информации, и на самом деле, как поступать, тут каждый принимает свое решение сам. В нашем хозяйстве мы определились давно, что есть такой метод, прогнозируемый урожай по выносу питательных веществ. То есть, мы знаем, что сорта, филеры, то есть, ближе к фуражу, это вот, возьмите там, там, Таню, юка далеко от нее не ушла, они примерно формируют 26-28 килограмм азота, забирают на формирование одной тонны зерна 26-28 килограмм азота. Ну, по фосфору примерно, там, как бы, там, 11-12 килограмм. Калий у нас в достатке, у нас здесь почва обеспечена. По воде, та же самая Таня, расходов воды намного меньше, тот же самый Гром Алексеевич, чем та же самая любительница воды, обводненности, та же самая юка. И плюсом она хуже выдерживает, допустим, высокие положительные температуры. Но мы все работаем, но у нас нестабильная увлажненность. Очень сложный климат, и есть какие-то, как уже отмечалось не единожды в беседе, очень узкие окна для работы, для применения удобрения. То есть, внеся заблаговременно, как Александр Александрович говорит, даже с осени можно. Ну, тут, как бы, научные статьи. Я, честно скажу, с осени мы всю дозу азота никогда не носили. Мы прекрасно понимаем, о чем речь, и поэтому мы много раз применяли азотное удобрение 200-250 килограмм по физике селитру в январь месяц, начало февраля, конец. То есть, как бы, смотрим по развитию растений зимой пшеницы, по состоянию почвы, по началу весенней вегетации. И примерно, там, хотя бы, за месяц, за полтора стараемся внести этот азот стартовый, который должен быть, там, в пределах, там, до 70-80 килограмм азота по ДВ. Почему эта цифра звучит, 80 килограмм азота по ДВ, честно скажу, я сам не знаю. Потому что, вот, многократно, может быть, там, Евгений Леонидович что-то скажет, или Александр Александрович поправит меня. Очень много в научной литературе попадается вот эта цифра, до 80 килограмм можно не временно вносить. Хотя, из практики, мы сколько раз видели, рассыпали мешок, порвали там, где-то что-то, как-то там, через борт разбрасывателя высыпалось, пошел ногой, поразгребал там лопатой, пораскидывал, там, вышла доза, две тонны удобрений на гектар. И ничего, эта пшеница растет и здравствует, и ничего с ней не происходит. Она потом такая мордастенькая, темно-зеленая, да? Думаешь, почему 80 килограмм? Ну, как бы, вот такой вопрос риторический, он ко всем звучит, и я на него ответа так и не получил. Но в нашем хозяйстве мы стараемся применить из расчета, вот, 28 килограмм на тонну зерна пшеницы, из расчета, там, 70, допустим, центров тройки. В принципе, все эти годы получалось, были небольшие там промахи, когда мы вносили дополнительный азот, в надежде перескочить из класса в класс, но не было дождей, и этого дела не получалось. Это косну чуть позже. Вторая подкормка зимой пшеницы у нас, мы стараемся подводить ее тоже согласно прогноза погоды, развитию растений, это обычно конец кущения. К концу кущения, до крупноколосцев сорта, да и на все, нужно дать весь оставшийся азот, который вы планируете, значит, потратить на период вегетации зимой пшеницы. В общей сложности у нас в хозяйстве мы расходуем около 180 кг азота по ДВ на каждый гектар, вне зависимости от предшественников. Единственное, бывает, вот в годы влажные, когда там влага осталась от гороха, там от рапса, быть может, да, там прибавка урожая какая-то из-за лучшей влагобеспеченности есть. В последние годы засухи урожай абсолютно одинаковый. После подсолнечника, после гороха, после азимой пшеницы. То есть тут просто нет воды, и вот на ту воду, что выпадает у нас за осень, за азиму и за весну, урожайность по предшественникам не различается, вариаций никаких нет. Это буквально вот эти два года, я о них и говорю. В 2018 году была разница, но небольшая. Тогда как бы ободненность была хорошая, значит, и воды была намного больше. И пробовали много разных водорогих подкормок, значит, на качество, пытались, значит, добиться максимально высоких урожаев. Но иногда получалось. Ну вот расскажу о неудачном опыте. В 2018 году, если получилось, мы отработали фазу 37, фаза флагового листа. Мы отработали по 100 литров касса, это 140 кг, 40 кг азота по ДВ. По всем научным данным, чтобы перескочить из класса в класс, то есть, допустим, с четверки в тройку, или же, допустим, чтобы добавить единицу протеина, примерно там 0,8, 1,2, 1,3 единички протеина, нужно дать не менее 38-45 кг азота по ДВ. То есть я не зря спросил у Евгения Леонидовича, он дал 25 кг, допустим, азота. Этого оказалось маловато, чтобы вы увидели разницу в классе. То есть вы откормили 50 кг карбамида, разницы никакой не видели. Огромное количество научных данных, что до 30 кг поздняя подкормка не дает никакого изменения в качестве. То есть выше 35-38, вот там за 40, там же реальная прибавка 1 единички протеина, можете поймать. До этого доза, она как бы, вот я же говорю, гемиопатическая. Вот, ну ничего она не дает. 40 кг азота в позднее применение дает мало того, что прибавку протеина качества, которое в наше время как бы не оплачивается. Это грустно, конечно. Это вопрос того, что мы не можем знать, какая будет цена осень сложится на качественную пшеницу и очень хорошую, допустим, там с высокой тройкой, там 14,5, там 15,5 протеин. Мы не знаем, какая цена сложится, но стараясь, работая на максимум, вот эта поздняя, значит, перед калашением подкормка, очень много писано, значит, в цветение, в молочно-восковую. Не получалось у нас ничего. Вот чуть раньше, когда отрабатывали, получилось несколько лет подряд. Но 19-й год пришел, мы также посмотрели, ага, вот нам конец мая, у нас там 24-го, или с 20-го мая у нас все, у нас там повесили недели дождей, молодых шуток похлопали, все, срочно закупаем касс, привозим, отрабатываем, а дожди убрали. Убрали дальше, еще дальше, еще дальше. Контроль оставили, разницы не было никакой вообще. То есть, получилось так, что деньги выбросили на ветер. Было большая, как бы так, беда, разочарование на гидрометцентр, но тут ничего не сделаешь. В позапрошлом году мы применили на части площади опять, была, как бы так, негативная обстановка с дождями, и опять нас гидрометцентр обманул. В прошлом году, в 21-м, год был влажный, весна была влажная. Получилось так, что на 100 литрах касса получили мы прибавку 1,2 протеина и почти 2,5-3 центра зерна. Делали мы еще как бы там опыты по ЖКУ, я с Евгением Алииновичем консультировался, мне рассказывал, как бы по прибавкам все, но заложил, на своих, на старых полях мы разницы не видели, на одном поле, где недавно пришло, там банитет слабый, а вот там прибавка была, как бы реально, 4 центра мы и увидели, там, в двух повторностях комбайн показал. В этом году у нас, сейчас мы возим, заканчиваем реализацию пшеницы, там остались по сусекам подметать, качество зерна вокруг 15 протеина пляшет, то чуть выше 15,3, то 14,8, как бы так, урожайность составила 62 центра в круг, ну, для нашей зоны и для весенних сходов у нас пшеница взошла 15 января, это очень даже неплохо, как бы так, да, старые себе тянули за уши, как могли, но спасибо всему, как получилось, имеем то, что имеем. По химическим, по всем обработкам, хочу сказать, что работаем примитивно, не дожидаясь, когда какие-то симптомы появятся, стараемся не находить ржавчину, чтобы вообще ее не было. То есть, отработали себе схему, единственное, меняем препараты иногда, за многокомпонентными, там, дорогущими суперпрепаратами не гонимся, смысла у них, по большому счету, нет. Одинаково, практически, идеально, хорошо работают и старые пропеканазолы, и типоканазол, сильно в эффективности не уступают новейшим, хотя каждый год мы тестируем все препараты, которые к нам привозят, мы проводим день поля, у нас химические компании выставляются, привозят все новинки, честное слово, как бы, вот такой, что по разнице и прибавку рожая я не замечал, ну, нет ее. То есть, как бы, если пшеница здоровая, она здоровая, и типоканазола, и от какого-нибудь, там, не знаю, ну, противоканазола, там, там, как посмотрите, кризоксиметил, чего там только не привезут, а разницы-то нет. Будете первые издания уродить. Да? Я жалую. На самом деле, так и есть. И, очень важно работать по насекомым, убирать все, значит, вердители, работать превентивно, то же самое. По клопу, по, значит, второму и третьему возрасту мы не работаем, потому что одна обработка в фазу калашения, она убирает клопа, который еще не сел на яйцекладку, и новый взрослый клоп потом не прилетает. Убираем трипса камарика этого, убираем взрослого клопа, потом, как бы, уже этих проблем нет. Ну, как бы, вот так вкратце, по группам спелости, да, мы сеем немножко староспелых, основная группа, это в товарном посеве, это среднеспелая пшеница, они нас дают самый высокий урожай из группы среднепоздних сортов, мы в товарном посеве оставили только лишь одну тимирязевку, потому что одна из всех среднепоздних пшениц в засуху не провалилась к среднеспелым пшеницам, все остальные минусовались 6, 7, 8 центеров, как бы так, и она имеет большой потенциал, и если вот один локальный дождичек позже выпадает, она переводит его в зерно и дает прибавку уже к среднеспелым сортам, то есть потенциал урожай у нее высокий, плюсом ко всему она очень оказалась жаростойкой пшеницей, то есть вот реально большое количество среднепоздних сортов мы протестировали, посмотрели, все они минусовали в засуху, как бы с немалым таким минусом, то есть 5, 6, 7 центеров это много, разница сорта и значение сорта очень велики на самом деле и по предшественникам, и по значит минеральному питанию не все сорта способны усвоить то количество удобрений, которое мы с вами хотим дать и тот урожай, который мы хотим получить, сорта не способны давать, формировать. Об этом говорит и наука селекции, сегодня если вы высеваете сорт, который там был 30-40 лет назад, мы с Евгением неоднократно бывали в Краснодаре, там все время проводится такая интересная параллель, безостой один, урожайность 60 центеров, абсолютно все одинаково, допустим какой-нибудь там современный сорт Алексеевич 100 центеров, вот разница. Это сотосмена, это сотосмена, да, это разница, значит она заключается во способности сорта, больше усваивает активную солнечную радиацию, лучше усваивать питательные вещества, более экономно расходовать влагу, иметь лучшее соотношение зерно-солома, ну и плюс технологически намного легче с такими пшеницами работать. Единственное, значит, моменты, как бы сорта, вот эти новые, современные интенсивного типа, они не прощают, конечно же, ошибок, и их надо, как бы, очень четко вести с самого момента покупки семян, выращивания семян, протравливания, ну и, конечно же, потом до физиологической спелости до уборки. То есть, сорт максимально заточенный на высокую продуктивность, на урожай, ну это вот, как вот, не знаю, если там вот, брать аналогию, это длинновской степной жеребец, там под воду, под коня и под воеводу, а если, допустим, там брать, там, какой-то там супер-пупер рысак, которому нужен, и ветврач, которому нужно свое питание, и уход, и похолки, за ухом почесать. Это все сорта, как бы, современного максимального продуктивного биотипа, но для того, мы и нужны, агрономы, для того, чтобы, как бы, получать максимальный урожай, надо знать все эти нюансы. Как бы так. Спасибо. У меня еще есть вопросы, некоторые говорили, ну, не секрет, что некоторые хозяйства вообще не внесли фосфорное удобрение или сократили. Что им делать теперь с азотным удобрением? Принял ли вам внимание факт? Ну, вот тут, как бы, мы не стали сокращать фосфорное удобрение, мы как работали, так мы все и внесли по то же самое. Да, пришлось, как бы, потратить денег больше, но в надежде, что оно все-таки компенсируется. Следующим годом инфляции, всем остальным, быть может, что-то отменится, что-то изменится, как бы, в нашей ситуации. Но, задав Ольге Юрьевне тоже самый вопрос, пока она тут присутствовала, я что услышал? Если у вас обеспеченность фосфором на уровне среднем или повышенном, как она сказала, там выше 30, можно годик там, как бы, взять от земли то, что раньше вы в нее инвестировали, получается так. То есть, у вас там есть кредитный отдел, и можно в этом году дозу входа фосфора уменьшить при сохранении необходимого количества азотных удобрений, потому что азот в почве он не фиксируется, это увеличена непостоянная, ее нужно постоянно компенсировать, и азот в почве по большому счету не накапливается. О чем говорит Александр Александрович тоже самое, они опыты проводили, азота нет. Да, не находили они глубоко, никуда он не убегает. Да, то есть, его нужно давать на прогнозируемый урожай, в надежде на хорошие осадки и на тот урожай, который вы внесяете удобрения, на качественной пшенице 30 кг на тонну азота уйдет, на сортах, филерах 26-27 кг азота уйдет, вот из этого, исходя, нужно азот давать. То есть, если там 180 кг мы даем азота, 30 кг нам дарит почвенная фабрика азотобактер, то вот на 70 центеров 210 кг по 30 высокого протеина можем надеяться вот в перспективе как бы так. Будем надеяться, что будет вода, будет дождь в норме. Блюдце, когда вода стоит на полях тоже очень плохо, как бы нужно везде все в норме. Вы же экономить будете в азотном подкорме? В этом году мы сэкономим кассам на поздней подкормке, потому что не оплачивается премиальное зерно, нет разницы большой, там эти 20-30 копеек они не окупают этих затрат, этой работы. Если раньше разница была полтора рубля рубль минимум, до двух рублей доходила разница между высокой тройкой и фуражом, то теперь смотришь на российском вообще тройка фураж цена одна 17 рублей без НДС. Если смотришь Азов, РИФ, там разница буквально 30-40 копеек, то есть эти затраты они не оплачиваются нашим экспортерам, то есть такая пшеница пока не нужна. Все ранние подкормки азотными давлениями, они в основном работают на потенциал урожая, на его количество, а качество это потом будет уже зависеть от сорта, и там как бы есть сортовые особенности, сильная пшеница, ценная, там фуражка, значит будем стараться всей сильной пшеница, а максимум азота давать на максимальный урожай в надежде, что этот сорт нам даст какую-то слабенькую троечку, которую потом можно будет нормально реализовать. Как бы стратегия вот такая. Тут еще важно учитывать, кто с какого района такой вопрос задает, потому что мы после нашей конференции, которая в прошлом году была, если я специально сравнивал сумму температур выше 5 градусов в Зерноградском районе и в Неклиновском, и эта разница была существенна, то есть возможности раскуститься посевом и развиться в Зерноградском районе была более скажем так, потенциал был больше. А даже вот у нас Неклиновский район, есть, например, Курганский, который выше над уровнем моря, туда Куйбышевский, там сумма температур еще меньше. И очень важно понимать, что вам, какие задачи хотите решить азотными удобрениями и в каком они состоянии находятся, ну, в состоянии азибы находятся. Поэтому так вот однозначно дать всем один рецепт не получится. Обычно азот удобрения всегда дают бак. Даже если там не достаточно косора имеется, почки, все равно они себя не поражают. Просто вопрос в чем? Потом, когда нужна будет пшеница, вот та же самая селитра, тут азот, у нас нет возможности, не дав раньше, внести потом. То погода не позволяет, то уже такую дозу не дашь, надо работать по листу, по листу такую дозу не внесешь. И вот мое мнение, что надо давать раньше, под дождь. Я просто говорю за то, что, например, взять северный район, у которых сейчас снег сойдет чуть позже, они придут и показывали эти посевы. Если у них, я думаю, что сахара у них сохранятся, потому что снег у них выпадал, был этот приличный слой до 25 сантиметров, то им может быть и надо обойтись одной подкормкой с северками. Сколько там они посчитают в нужной доле. Поэтому здесь оно так и есть. Мы с вами просто разговариваем даже с краснодарцами. Если краснодарцы будут разговаривать с представителями Шолоховского района или Вешенского, они совершенно разные беседы будут вести. Ну вот насчет этих сахаров тоже такое. Это образно. Это спорный вопрос вообще. Это я образно сказал. Если они не испугаются. паровое поле намного более высшее азотное обеспечение. На 40 кг на 50 кг азота больше. И мы покормили. И покормили не паровое. И вот боимся сейчас пшеничка тронется в рост и все она померзнет. Да вы хоть раз видели пшеницу пару, чтобы она померзла. Но такого уж никогда не было. Я не вижу. И я не понимаю того как бы постановки такого просто что мы покормили и пшеница тронулась из-за того что мы покормили она тронулась в рост она потеряла сахара и она вымерзла. Нет. Пшеница тронулась в рост при нарастании температуры воздуха при увеличении светового дня она чувствует свои биологические часы и она включается в рост. Если вы покормите или не покормите она все равно тронется в рост. Просто как она это будет делать интенсивно или как бы так полусонном полудохлом состоянии это конечно как бы разница есть. но в любом случае ранняя подкормка она пшеница все равно растет как при плюс 5 при плюс 2 по последней современной данной но не видели мы ни разу вымершая пшеница от азотной подкормки. Никогда ни разу не видели мы. Вот все равно как бы говорят азот промылся промывается азот не вносите азот кто его видел промытый азот никто не видел суслик есть но его никто не видел А пшеница вымерзает. Сахара потеряла, а пшеница вымерзла. Вы видели такую пшеницу? Я не видел. Я кого-то не спрашивал, там, у пенсионеров, да мы ее не видели. Я говорю, ну как, вот вы, я проводил опыт, допустим, да, метровка, 3 на 3, рукой рассыпался литру, дозировку посчитал, то на 200 на гектар. Думаю, ну вымерзнет же. Не вымерзает, прекрасно растет. И видно этот четкий квадрат, темная зима мощнейшая зимовая пшеница, его видно до уборки. А когда вы просили еще, какая фаза? В феврале. Да, 4 листа, начало кущения. Дело в том, что, по некоторым данным, говорят, что анемиградная форма азота, которую накапливают растения, зимой может снижать зимостойкость очень сильно, но для этого надо, чтобы она не вегетировала, а находилась в анабиозе из-за морозов не менее чем 2 месяца. То есть в нашей зоне это, наверное, практически невозможно. Ну вот смотрите, мы выдвигаем какую-то теорию, тут же раз другую теорию, которая отвергает эту теорию. На самом деле, я же говорю, вот рост и пистилитры, у всех оно есть. Даже в самых там показательных образцовых хозяйств, все равно где-то рассыпят там, где-то там ведро на землю, потом начинают сашкребать, чтобы брать это, чтобы в глаза не бросалось. Ну что там происходит? Нет, ну потому что понятно, тут у вас, пуза, 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 я не стою, как много получается. Нет, ну если вот таким словом засыпать, то да, а если так разрыв, там поставалось, да. Как правило, пустые пятна. Нет, там физиологический процесс. Растение просто не дышит, зимой пшеницы, когда заморожено оно, а недоокисленные вещества, вот когда он открытывает, ну это нидраты, недоокисленные вещества, они действуют очень негативно, это отравляет организм растения. Получается, что это вот снижает и зимостойкость, и выживаемость. Но для этого, для этого, надо, чтобы она не вегетировала все время, более двух месяцев. У нас это невозможно. У нас оттепель, все, она подышала немножко, доокислила все эти вот, недоокисленные основания, и все нормально, большинство. В принципе, надо попробовать, мне тоже интересно этот сам, у нас есть холодильники, которые помораживают, вот там вот, какого холодильника. Попробуйте. Удобно иди заморозить ее. Тут доля, ну о чем говорили, и об этом тоже, да. Вопрос, кстати, по ячменю сегодня такой задавали, это имеет основание. В 2003 году в Никленовском районе были, ну так скажем, переросшие растения, да, азимы пшеницы, и они, в принципе, наблюдалась большая гибель. Из-за чего там никто не диагностировал? От того, что покормили их азотными удобрениями, или от того, что они уже были переросшие, да. Но они потерпели там, скажем, фиаско, потому что никто не думал, что так все закончится, это интенсивная технология. Просто здесь, наверное, надо говорить о том, что где сахара, и там, где пшеница, они перешла в другую фазу. Наверное, тут правильно так. 2013 год, помнишь, теплая продолжительная осень? 2013 год. Вот у нас в холдинге, они любители ранних посевов, они посеяли раннюю зимую пшеницу, и тот же самый гром у них выгнал трубку. Он был вот такой гром. Весной это была огромная гниющая масса, зеленая масса она взяла. Она была полностью побита мучей старосой, там просто идешь вот в сапогах, и сапоги белые, а не зеленые. Я, честно говоря, думал, что там полный кирдык будет. Ну, отработали фунгицидами, и они эти полионики дали еще по 60 центеров. Как бы я был очень сильно удивлен. У нас пшеница, мы с осенью отработали ретардантами, мы осенью работали модусом, по 280 грампом это я считал. Мы осенью всю свою пшеницу придавили. У нас был как бы намного лучше урожай в круг, но у них вот, они этого не делали. И пшеница была осенью вот в фазе уже трубкования, и она очень сильно пострадала. Друзья, ну, будем уже завершать.